День добрый, с вами Смирнова Ирина. Сегодня мы продолжаем изучать программу для создания презентации PowerPoint. И сегодня мы будем создавать не просто презентацию в этой программе, а мы будем ее делать мультимедийной. То есть мы будем применять такую опцию, как анимация. Для успешной нашей работы я подготовила вот такую тестовую презентацию. Вот именно на этой тестовой презентации мы и будем с вами работать. Если сейчас я поставлю ее на просмотр, то посмотрите, что мы будем с вами наблюдать. Вот я кликаю на эту кнопочку «Показ слайда сначала» и вижу, это заставка, то есть первый титульный слайд. Ничего интересного на нем не происходит. Это текст с небольшим рисунком в правом углу. Это картинка, которая тоже у нас в статичном виде. То есть она не двигающаяся. Теперь давайте попробуем сделать все три слайда анимационные. Для этого мы заходим с вами вот в эту вкладку. Называется она «Анимация». Сейчас пока она у нас неактивна. Почему неактивна? Потому что мы не выделили с вами ни одного объекта на этой вкладке. Давайте начнем с титульного листа. На титульном листе у нас с вами отдельные элементы. Вот это отдельный элемент рисунка. Как только я его выделила, у меня сразу же становятся активными данные опции. Посмотрите, какие здесь возможны анимационные эффекты. Здесь на первом месте у нас стоит «Нет», то есть отсутствие анимационного эффекта. Вот сейчас выделенная картинка, она и говорит, что здесь на этой картинке анимации нет. Давайте мы с вами посмотрим, сколько здесь возможно эффектов. Если я сейчас открою вот эту вкладку, то видите, у нас здесь есть анимация входа. То есть появление на нашем слайде. Анимация выделения. То есть если я выделю что-либо на этой вкладке, то оно будет мерцать, двигаться, вращаться. То есть привлекать к себе внимание. Анимация выхода. В данном случае у меня, если я покажу слайд уже с надписью и захочу, чтобы с этого слайда что-то ушло, то я буду использовать вот именно вот эту вкладку. Если я опущу бегунок ниже, то у меня появляется вот такая дополнительная опция, которая называется «Пути перемещения». То есть если я в данном случае выделю какой-либо элемент вот данной фигурой, то у меня элемент этот будет вращаться или перемещаться по слайду. Теперь посмотрите. Дополнительно к этим опциям у нас есть еще дополнительные эффекты входа, эффекты выделения, эффекты выхода и другие пути перемещения. То есть в данном случае сейчас мы с вами видим стандартные предложения. Если же я, например, книгу «Дополнительные эффекты входа», то у меня здесь появится очень большое количество анимаций именно касающихся входа. Но сейчас я пока это отменю. И давайте мы с вами посмотрим, что мы можем здесь сделать. Итак, на слайде несколько элементов. Вот это элемент рисунок, это элемент, созданный надписью, а это элементы, которые утверждены уже дизайном данной презентации. Итак, каждый элемент я могу выделить. Значит, начинаем давайте, наверное, с рисунка. Вот мы начали с рисунка, и пусть он у нас открывается в виде панорамы. Посмотрите, я обозначила его в виде панорамы, выход анимационный в виде панорамы, и у меня появилась рядышком цифра единицы. То есть вот этот рисунок у меня появится первым на этом слайде. Давайте вот здесь выделим теперь тестовую презентацию. То есть она выделяется в данном случае в качестве элемента, который уже запрограммирован дизайном данной презентации. Но вот эту надпись я точно так же могу сделать анимационной. Но давайте мы сделаем ее в виде, в качестве, ну, например, выскакивания. Пусть она у нас выскакивает. Дальше я выделяю под заголовок. Вот он, анимационные презентации. Давайте мы его выделим в виде, ну, панорамы. Пусть появляется панорама. И третий у нас в виде надписи я составляла. Это писала автор Смирнова Ирина. Давайте мы его сделаем, ну, например, вот таким масштабированием. Итак, посмотрите, вот все, что я сейчас сделала, я могу тут же просмотреть, нажав вот на эту клавишу просмотр. Сейчас у меня, обратите внимание, с левой стороны, там, где у меня выложены слайды, есть номера слайдов. Один, два, три. Посмотрите, с первым слайдом, то есть с тем слайдом, который я работала анимационно, у меня появился значок анимации. Вот под цифрой один. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Нажимаю вот на эту кнопку просмотр. И вижу вот такую вот анимацию, которую я здесь создала. Итак, это мы сделали первый слайд. Теперь давайте посмотрим, как мы можем работать с текстом. Я специально на этом слайде сделала текст в виде абзацев. Для чего? Для того, чтобы в случае, если вы будете, например, снимать видео или делать презентацию, и вам не нужно показывать весь текст, вы можете его показывать по мере необходимости. Для этого мы делаем следующее. Опять же, обратите внимание, видите, сейчас вся вот эта панель вкладок, она неактивна. Если я сейчас выделю вот так вот весь этот текст, то я, выбрав какую-либо анимацию, заставлю этот текст появляться, ну, одновременно. Мне нужно, чтобы этот текст появлялся абзацами. Поэтому я выделяю первый абзац и, например, выбираю плавное проявление. Видите, у меня появилась цифра один. Вот здесь я выделила точечку вот эту, она тоже будет появляться вместе вот с этим абзацем. Теперь выделяю второй абзац и опять делаю плавное проявление. И теперь выбираю третий абзац. И тоже делаю плавное проявление. И вот таким образом я составила, дала возможность появляться тексту в то время, когда я посчитаю нужным. Давайте просмотрим, что у нас получилось. Один абзац, второй абзац и третий абзац. Ну и давайте выйдем вот на этот рисунок. На этом рисунке мы с вами первое, что должны сделать, это, например, сделать таким образом, чтобы наша с вами картинка выглядела достаточно интересно. То есть, посмотрите, вот если я возьму вот этот элемент, девушку, вот она, девушка, то это элемент, созданный в формате PNG, то есть на прозрачном фоне. И этот элемент я просто загрузила, найдя его в Яндекс.Картинках. Обратите внимание на что? Что вот эти все элементы, четыре элемента, вот эта девушка, вот эта картинка, надпись и вот этот прямоугольник, я создала дополнительно. То есть, если я сейчас вот эту девушку подведу вот сюда, видите, к этому прямоугольнику, то руки, пальцы рук этой девушки лежат поверх вот этого рисунка. Когда я создавала это, у меня получилось, что пальцы у девушки закрыты. Чтобы положить эти пальцы поверх прямоугольника, я делала следующее. Я выходила на рисунок, вот работа с рисунком, видите, формат. я убирала эту девушку, выделяла, передвигала ее вперед. То есть вот есть функция переместить вперед, о которой мы с вами говорили в прошлом видео. Я ее переместила вперед. Если я ее перемещу назад, то видите, ее пальчики спрятались под прямоугольником. Сейчас я кликаю переместить вперед, и пальчики лежат на поверхности прямоугольника, и получилось так, что практически эта девушка как бы держит этот прямоугольник. Ну давайте перейдем в анимацию теперь. И в анимации давайте мы с вами сделаем то, что нам необходимо. Итак, первое, что у нас должно появиться, это прямоугольник. Я вот таким образом решила, что первое должно появиться на этом фоне прямоугольника. Я выбираю его в виде панорамы. Теперь я должна показать, что девушка у меня должна ну вот как-то каким-то образом появиться так, чтобы она у меня появилась на этом рисунке. Давайте попробуем вот сделать вот такой вот вылет. Посмотрим, что из этого получится. Рисунок. Давайте пусть пройдет панорамы. И вот эти вот слова у нас. То есть пусть тоже пройдут панорамы. Давайте мы рисунок с вами сделаем вот таким дополнительным эффектом входа. Ну, например, вот такое вот увеличение с поворотом выберем. Окей. Итак, давайте посмотрим, что у нас из этого получится. Нажимаем на просмотр. Так, мне не совсем нравится, как появляется девушка. Я ее выделяю. И, наверное, давайте мы ее возникновением сделаем. Она у нас такая осталась, цифра 2. Теперь давайте посмотрим, что у нас получается. Нет. Тоже девушка не очень хорошо появилась. Давайте мы ее сделаем вот таким появлением. Еще раз просмотрим. Вот так вот. Пусть будет так. Итак, мы с вами все создали. Мы все сделали так, как мы захотели. Теперь наша задача заключается в следующем. Я делаю видеосъемку. Для того, чтобы сделать видеосъемку, я, естественно, всегда даю какую-то дополнительную информацию. Вот для показа этой дополнительной информации, то есть для моего текста я должна или сделать определенные временные интервалы и уложиться в них. И это мы можем с вами сделать, например, вот здесь вот, уложив каждый интервал по определенному времени. Или мы можем с вами делать иначе, то есть попроще делать. Вот давайте я сейчас покажу вам, как это делаю я. Для того, чтобы не задумываться о том, что вот сейчас появится эта картинка или не появится эта картинка, я делаю следующее. Я выхожу на просмотр вот по этой кнопке. Показ слайдов сначала. Давайте мы точно так же сделаем с вами. И вот, как видите, здесь у меня появляется пустой слайд. Вот для того, чтобы сделать анимацию, мне достаточно просто левой кнопкой мыши, кликнуть по, ну я беру обычно правый нижний угол, по правому нижнему углу. Первый клик и у меня появляется картинка. Я могу здесь что-либо говорить и тогда, когда я захочу, я делаю второй клик. Третий клик и четвертый клик. Теперь тогда, когда у меня слайд полностью весь показался, на моем клике появляется второй слайд. Слайд с тем текстом, который мы с вами сделали при плавном появлении. Итак, первый клик. Появляется первый абзац. Я объясняю материал в видео, тот, который мне необходим. Когда мне понадобится второй абзац, я делаю щелчок левой кнопкой мыши по правому нижнему углу. И третий абзац. Все. Я закончила работать с этим слайдом. Я перехожу к третьему слайду. Опять же, как видите, он у меня появляется по клику пустой. И только после того, как я кликну, у меня появился сначала прямоугольник, потом появилась девушка, потом появился значок фейсбука и появилась надпись. Когда я закончила видеосъемку или презентацию, например, в конференц-зале вы показываете и рассказываете, даете какой-либо материал, я просто нажимаю клавишу S выход. И на этом вся моя работа заканчивает. Теперь давайте пройдемся вот по этим кнопкам. Давайте выделим вот девушку. И вот в данном случае эффект появления, но вот у меня параметр эффектов есть. Смотрите, в данном случае она у меня поднимается снизу. Я могу сделать выход ее появления справа. И она у меня будет появляться уже справа. Вот давайте сейчас просмотрим на просмотре. Видите, она появилась справа. То есть она не поднималась снизу, а появилась из-за вот этого листа. То есть вы можете здесь дополнительные эффекты использовать вот в этой кнопке. Но эта кнопка у вас будет меняться в зависимости от эффекта. Вот в данном случае панорама возможно схождение с боков, возможно по горизонтали внутрь, по горизонтали наружу и по вертикали наружу. Видите, здесь есть дополнительные вот такие вот. Если вы захотите поменять местами какие-либо вот эти вот выходы на данном слайде, вы выходите на область анимации, у вас появляется с правой стороны вот такая информация, и вы можете делать следующее. Вы можете разобраться в триггерах, что значит триггер, то есть каким образом это будет запускаться. Или запускается щелчком мыши, или запускается вместе с предыдущим кадром, или запускать после предыдущего и так далее. То есть вы вот здесь вот эту часть можете эти опции можете все применить. Например, вы просто можете удалить в данном случае вот эту анимацию. Или вы можете перетащить, то есть изменить. Например, вот этот рисунок у вас должен быть теперь вот на этом месте. И вы перетаскиваете его вниз. То есть в данном случае ваша работа вот здесь на этом поле на рабочем будет вся видна. Теперь посмотрите. Здесь отсюда вы можете сделать просмотр. Обратите внимание, что вот здесь слева направо побежит бегунок временной, который будет показывать вот эту информацию. Если я сейчас кликну просмотр, то видите, бегунов бежит и показывает все остальное. Что я еще могу здесь сделать? Ну, например, я могу увеличить время или перенести его на более позднее время. Видите, я его совсем собрала или я его увеличила до больших размеров. Вот давайте теперь посмотрим просмотр. видите, как идет. И потом уже впоследствии пошло все остальное. То есть вот работа по времени, оптимальный вариант работы, это вот с этим рабочим полем, выход на который вы выходите через область анимации. Итак, здесь огромные возможности для вашего творческого подхода к созданию презентации. Еще раз повторяю, все это делается исключительно для того, чтобы вы могли очень легко и просто делать презентации, например, в конференц-зале или создавать очень такие эффектные заставки для своих видео или работать, например, делать презентацию, снимать при этом видео, чтобы у вас все шло очень быстро, гладко, красиво и привлекало внимание. То есть вот использовать вот эти возможности замечательной программы Powerpoint. На сегодня у нас с вами все. С вами была Смирнова Ирина. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok